Добрый вечер. Вы помните, как в советское время с высоты наших практически всесоюзных Жигулей мы жалели китайцев? Китайцы такая велосипедная нация, они вынуждены перемещаться пешком, ходят в синих френчах, зубную пасту получают по разнарядке коммунистической партии, а мы уже живем более-менее хорошо. У нас так замечательно сложилось, что вот у нас уже всероссийские Жигули, у нас автомобилизация. Европа в принципе не знала ничего про Китай, ей было совершенно неинтересно. Америка потихонечку смотрела, как у них разрастаются китайские кварталы, очень напряженно к ним относилась, но приглядывала в основном за Японией, за Кореей, тем более, что Южная Корея состоялась как самостоятельное государство, только благодаря американцам, за что им огромное спасибо. И с тех пор Китай, он многократно менял свою стратегию, и Китай в этом отношении очень сильно обыгрывает всех геополитически, и нас в том числе, потому что свою стратегию он не стесняется менять многократно. В автомобилестроении он свою стратегию менял порядка, наверное, семи раз. Мы с вами были свидетелями где-то, наверное, пятикратной смены сценариев. И на сегодняшний день вот та самая, например, автомобильная Европа, которая даже не знала о существовании Китая, она уже вся ездит на велосипедах, а китайцы все ездят на автомобилях. А мы с вами потихонечку начинаем открывать отдельный счет смертей в результате ДТП за рулем китайских автомобилей, которые являются совершенно безбожными поделками. И китайцы, они сами про себя не очень знали это, и с большим, ну, сожалением и осторожностью, не то чтобы признали, но вдруг поняли, насколько они не способны сделать автомобиль. Ну вот никак у них это не получается, не будет у них китайского автомобиля. Причем пафоса, конечно, хватало с размахом. Мы автомобильная нация, вообще, в принципе, китайская культура насчитывает пять тысяч лет. Когда еще христиане даже христианство не выдумали, мы уже жили империей, имели все признаки государственности, и в том числе чеканили свои собственные деньги. И вот эти великие китайцы, они, естественно, замахнулись на то, чтобы потихонечку автомобилизоваться своими силами. У них был период воровства, у них был период найма иностранцев, период покупки патентов, период отработки патентов. А на сегодняшний день они пришли к тому, что, ну, не получается. Вот китайского автомобиля как такового не будет. Вот то же самое, что у нас. Мы когда все вместе, очень хорошие ребята, и китайцы точно такие же. Там инженер с блистательным образованием, технолог с великолепным образованием, рабочие классные ребята, и выпить не дураки, и, в принципе, по бабам пройдутся, если надо, еще и гайку здорово закрутят, причем даже по резьбе. А вместе результаты труда совершенно невыносимые. У китайцев, если посмотреть, то вот их финальная чистка рядов привела к тому, что у них порядка 60 автомобильных фирм осталось. Все 60 фирм входят в китайскую пятерку сильнейших. Каждая из 60 китайских фирм производит порядка 3-4-5 миллионов автомобилей. Ну, это если по официальной статистике. И никто в Китае на этом не ездит, не видит и знать не хочет. И эти чудовищные дрондулеты никому не нужны. И вот на сегодняшний день, в 125-й раз сменив доктрину, китайцы пришли к тому, что они наймут коллаборационистов европейских, и европейцы под ключ создадут им европейское производство. И фирма Корис как раз произведение такого китайского нового мыслительного результата, когда стратегия по ходу пьесы была отредактирована гениально, и фирма Черри совершенно беспомощная, но ни на что не способная. Она, даже если ей дать возможность унитаз смастерить, и то не получится, будет протекать и не будет работать. Она наняла в основном немцев, и получилась та самая фирма Корис, которая первая в истории Китая получила 5 звезд по Евронкапу. Причем по очень жестокому Евронкапу, по гамбургскому счету. Потому что китайского там только география и деньги, плюс очень неплохая израильская юридическая поддержка. И вот из этого складывается современная стратегия китайского автопрома номер один, когда они перестают изобретать автомобиль, перестают воровать автомобиль, перестают заказывать автомобиль. Они берут под ключ группу башковитых иностранцев в порыве искреннего совершенно коллаборационистского предательства, способных Китаю сделать нормальную машину. Потому что их китайский Корус — это действительно уже автомобиль. Это уже не прототип и не ходовой макет. Это уже машина. Посмотрим, что у них будет дальше. Потому что в производстве у них огромное количество проблем. В Китае некому работать. В Китае полтора миллиарда людей, не способных работать. По крайней мере, из-под палки и на государство. На себя они могут. Китайцы индивидуалисты, о чем никто не знает. Все считают, что китайцы обожают ходить в строя и одним гаечным ключом заворачивать одну гайку в 100 человек. Ничего подобного. Собственно, почему китайская армия не настолько боеспособна, как рекламные ролики про нее? Почему у китайцев половина экономики в абсолютнейшем упадке? Вот в том числе поэтому. И вторая мощнейшая стратегическая линия, уже определившаяся у Китая на долгие годы. Вот если все остальные варианты менялись регулярно, то здесь есть такая стратегия совсем длительного применения. Это покупка под ключ именитых брендов. Первым пал Ровер, и его труп был отвезен для захоронения в Китай, где он и канул в лету. Потом более удачно. Пример Вольво. Вольво теперь китайский бренд и с определенными перспективами и развитием. А третьим на сегодняшний день вот-вот станет концерн ПСА. Это совершенно трагическая история. Концерн ПСА несет убытки. Это та самая фирма, которая объединяет два бренда Peugeot и Citroёn. И за прошлый год они получили 5 миллиардов евро убытков. В этом году за всего полгода они как финансовые подсчитали, поняли, что у них уже есть полмиллиарда убытков. Все это очень тяжело и трагично. Причем это не первый год убытков и не первый год упадка. Они закрывают заводы, они проводят реструктуризацию. Филипп Варен, генеральный директор концерна, он даже почистил ряды совета директоров. Там было 6 человек, стало 4. У каждого там была зарплата как самолет ежемесячно. И то это не сильно помогло. И вот находясь в этом тяжелом состоянии, имея в качестве локомотива только Citroёn, а Филипп Варен, он одно время занимался именно Citroёном. И он вытащил Citroёn. Был момент, когда Citroёn тонул 15-20 лет тому назад. Peugeot пришла ему на помощь. Сейчас все с точностью да наоборот. Умница Варен. Кстати, это наш русский человек. У него фамилия пишется, если по латинице смотреть, она пишется Варен. Это Филипп Варен. Но на французский манер принято называть его Филипп Варен. Так вот, наш русский Филипп Варен, он вытащил Citroёn. Он поднял его до того нынешнего, вполне звездного уровня, когда воспринимается Европа уже как очень серьезный игрок. Peugeot тонет. Попытка схватить вторую часть. Корма тонет, нос поднимается из воды. И погружающуюся вторую часть корабля подхватывать уже нечем, потому что по финансам Peugeot совершенно невероятно проигрывает. Много было у них ошибок. И тут стоит на пороге Европы Китай с кошельком, очень богатый, с готовностью купить. Что там у вас? ПСА? Так заверните. Вы, пожалуйста. Есть такая грандиозная фирма Dongfeng. Она работает с большим количеством разных иностранцев. У нее несколько СП. Они совершенно шикарные ребята. Они воруют вообще все по-наглому. Они даже Хаммер сперли. И не стесняются американцам показывать его. Кстати, очень похоже на оригинал. И даже, в общем-то, как-то ездит. Хотя, конечно, такого шикарного грандиозного мотора, как у Хаммера, у Dongfeng нет. И есть совместное предприятие, которое выпускает Peugeot и Citroën. Вот Peugeot, например, 408. Это китайская машина, которая к нам надула ветром из Dongfeng. И Dongfeng, увидев трагическое положение ПСА, пришел аккуратненько и сказал, ну что, продаете, что ли? Давайте мы вас купим. И по данным Bloomberg речь идет о 10%. По данным Reuters о 20%. И наглючий Dongfeng, претендующий на 10%, тут же выкатил условие убрать Филиппа Варена. Давайте там кого-нибудь там, кто там у нас, что там у нас. Мы слышали о Renault, да? Давайте какой-нибудь из Renault, быстренько. То есть обнаглевший в корягу ворюга Dongfeng, всего лишь претендуя на 10%, уже ставит условие. Из этого следует, что на горизонте опцион на оставшиеся проценты. И по поведению французского правительства видно, потому что оно зубами вцепилось в 20% акций и в кои-то веки стало принимать участие в судьбе частной компании. Потому что Peugeot и Citroen абсолютно частные фирмы. И никогда не было так, чтобы правительство играло в эту игру. После новостей продолжим. Итого мы имеем чрезвычайно наглый Dongfeng, который полез покупать французские ПСА. Если бы французское правительство не полезло в эту сделку с попыткой купить 20% акций, то есть вложить государственные деньги, что является в принципе знаковым и чрезвычайно рискованным и очень нетрадиционным для французской экономической политики в целом, можно было бы предположить, что это просто определенные намерения китайцев, которых у них всегда очень много. Но получается, что и правительство в этом участвует, и самое главное, по поведению концерна понятно, если вдруг Филипп Варен начал искать себе преемника и на полном серьезе исполнять волю китайцев, переманивая сотрудника из Renault, значит игра очень серьезная. И значит эта серьезная игра, конечно, ни в коем случае не ограничится 10%. Дальше произойдет поглощение, практически равное судьбе Volvo. Возможно, в процентах как-то это будет отличаться. На сегодняшний день на кону стоит всего лишь 3 миллиарда евро. То есть вот за 3 миллиарда евро французы готовы упустить из своих рук навсегда свою практически иконописную фирму, особенно учитывая историю Peugeot. 200 лет, не 200 лет, но это один из мировых основоположников автомобильной промышленности. Эта фирма занялась металлообработкой задолго до Мерседеса и Бенса, то есть, соответственно, Даймлера и Бенса. И автомобили начнут делать практически одновременно с ними. Причем в мировой истории инженерной мысли страницы, записанные за первооткрывателями Peugeot, идут очень крупным шрифтом и занимают многотомник. По сей пору очень многое из того, что первыми применили на автомобилях марки Peugeot, у нас в ходу и даже популярно. Донгфенг, вполне понятно, что он готов, тем более на старте им потребуется что? Всего-навсего научить рыношника плясать под свою дудку и дать денег, но денег у них хватает, потому что экономика у них устроена совершенно парадоксальным образом, когда за взятку могут и голову отрубить. Это большой плюс китайской промышленности. А Peugeot на самом деле до конца не определился, Peugeot и Citroёn, потому что сценариев у них несколько. Во-первых, у них в целом есть SP с Toyota, у них есть совместный проект с Mitsubishi, у них есть совместный проект с покойником под названием Fiat. Они все еще пытаются договориться с GM на предмет Opel, но тут уже немцы и GM-овцы тоже не гораздо потакать прямому конкуренту, и они будут смотреть, как там тонет или не тонет концерн PSA. И есть еще один сценарий, может быть, срочно возродить какой-нибудь такой милый бренд типа Talbo, он тоже закреплен за концерном PSA, и начать срочно производить машину для нищих и убогих, для наркоманов, безработных, люмпинов, ну то, что называется бюджетники. Не получится, потому что это опять-таки вложение, а денег на это нет. Еще есть один запасной сценарий, это распасться, разойтись, и в бракоразводном процессе получить две автономные фирмы. Citroën сам по себе, Peugeot сам по себе, и тогда уже, может быть, как-то маневрировать на этом поле. Тем более, что юридически они отличаются, а родственные узы, естественно, же остаются. Это то же самое, как у Volkswagen и Porsche. У нас постоянно идет интрига. Porsche покупает Volkswagen, Volkswagen покупает Porsche, и наоборот. Это одна и та же семья, это перекладывание записочки с именем своей любимой с правого кармана в левый карман. Это немецкие игры, французы тоже могут пойти по этому пути. Трагизм ситуации вот в чем. На примере Volvo мы в ближайшее время увидим, что произойдет вот эта неприятная вещь под названием всемирное разделение труда, когда Европа и Америка изобретают, а Китай производит. И вольвовцы через какое-то время выведут производство из Швеции, оно будет полностью китайским. В Гетеборге останется инновационный центр имени товарища Медведева, который так обожает слово «инновации», хотя не очень понимает, что это такое. И в Гетеборге будут машину изобретать, чертить, испытывать, учить ее ездить. Разработка там будет. Исполнение чисто китайское. И мы через какое-то время получим знаменитое шведское качество с подписью «Modenshin», он же «Modenshin». То же самое будет после покупки 10%, а дальше и 80% акций ПСА с Донгфенгом и с Пежо и с Ситроеном. Это будет полностью китайская фирма, где производство будет сосредоточено там, а в Париже только останутся штаб-квартиры на Гранд-Арме. Это улица, идущая в стык к Елисейским полям. То есть это самый центр, не то что Франции, это центр Европы, потому что мировая столица Европы — это Париж. Будет красивая штаб-квартира, в которой будет сидеть очень много китайцев. Будут умные ребята по-прежнему изобретать красивые, интересные машины. Производить их будут китайцы. А кончится это рано или поздно плохо, потому что китайцы, они все-таки ребята эгоистичные, они очень любят себя и не любят весь остальной мир. И ровер мы уже похоронили, но за него взялась слабенькая фирма. Потом, через какое-то время, мы расстанемся с иллюзией по поводу Вольво. Если так дальше пойдет, мы лишимся и Пежо, и Ситроена. И на этом фоне очень контрастно смотрится позиция Америки. Америка к себе на порог, китайцев не пускает. Программа «Экипаж» с Сергеем Асланяным. Ну, безупречный наш лось, у него все в порядке, 7 баллов. Он постоянно путает плюс с минусом, поэтому не знает, где у градусника начало, где у градусника конец. А вот на Mail.ru все очень плохо, движения нет, 10 баллов. Все, приехали, Москва стоит. 65, 10, 9, 9, 6. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Давно слушал вашу передачу. Очень нравится ваше творчество. Спасибо. В связи с этим, хотел бы компетентное мнение от вас услышать. У нас семья молодая, двое детей маленьких до двух лет. И задумались о приобретении автомобиля, рассматривая несколько вариантов. Новый Nissan Tida, либо Nissan Note, либо же Opel Astra Family Hatchback. Или лучше посмотреть на вторичном рынке 2012 года Opel Zafira. Вы в какие деньги собираетесь уложиться? 600-650. Вы такую машину, как Chevrolet Orlando, приметили уже? Нет, еще не смотрел. Посмотрите, это довольно удобная штуковина, придуманная как раз для семьи. Она даже где-то иногда семиместная. Это универсал. Его некоторые считают минивеном. Это такой маленький автобус. И он, конечно, начинается с 700, но это уже не такой мощный удар по карману. Потому как, в общем-то, двое детей, некоторое количество Скарба. Ноута на нашем рынке больше нет и не будет. Потому что Nissan считают, что они самые умные. Ха-ха три раза. Поэтому у нас остается Tida. В Tida через какое-то время она нормальная машина, будет тесновато. Astro Family это очень здорово. Особенно если это комби. Она же вагон, она же караван. Она здоровая. И у Astro Family, что хорошо, у нее база растянута как раз по ногам задних пассажиров. Когда вы туда детские кресла поставите, они не будут вам массировать спину ножками. А зафиры вторичного рынка, 12-го года машина, ведь вторичный рынок, это же не магазин, куда вы приходите, а там все по-честному. И просто стоит одна машина, которая вас специально ждет. Зафира 12-го года это будет либо после аварии восстановленная, либо с какими-то очень неправильными делами по банковскому кредиту неоплаченному, либо еще с какой-то темной биографией. Потому что годовалую машину, если она хорошая, кто в здравом уме будет продавать? Никто и никогда. Значит, эта игра, кто последний тот дурак, лучше не включаться. А новый Orlando, ну это хороший автобус. У него тоже не без нюансов, он тоже не безупречен. Но у него мотор есть 1.8, есть у него уже дизель. А мотор у него, кстати, очень хороший. Это опелевский 1.8. Он практически вечный и безупречный. Работает много и старательно. Дальше уже варианты там на тряпке, не на тряпке, на автомате, не на автомате. Но это как раз семейная машина. А для вас, Александр, чувствуется, что семья в приоритете. Вы покупаете себе не гонялку для праздничного подъезда к родной работе, а вот именно, чтобы у вас было нормально, комфортно всем остальным. И на этом пути как раз универсал вполне себе правильное решение. 65, 10, 9, 9 и 6. Вы не поверите. Александр Второй. Здравствуйте, Александр. Алло. Здрасте. Здрасте, Сергей. Это я, да? Это вы. Вы у нас идете под маркировкой Александр Второй. Это, кстати, очень почетная историческая роль вышла. Вообще, да. Но только печальный конец, как бы. Ну, будем надеяться, что будет лучше. У вас есть шанс. Вы же не будете строить железную дорогу, воевать со всеми налево-направо. Сергей, хотел... Вот сейчас говорили про французские машины, да, вот про Ситроэн, Тежо, ПСА-концерн, да. То, что вы говорили, я, конечно, ну, слушал и с ужасом. Думаю, не дай бог. Потому что я вот сейчас вот недавно купил Ситроэн С5. Ух ты. Опять же, ну, с вашей подачей. Я долго сомневался. И нравилась мне всегда эта машина. Ну, как-то вот... А потом как-то вам дозвонился, спросил. Вы сказали, что это очень хорошая машина. Надеюсь, на дизеле вы взяли? Да, дизель двухлитровый, автомат-коробка, вот Айсин. Шикарно, шикарно. То есть вообще, я сейчас езжу, я сел после Пассата. Ну, вот разница просто вот в разы, я вам честно скажу. Верю. В разы разница. Нам с вами никто не поверит, что Пассат раз в 200 хуже. Ну, вот я... Оставайтесь на линии, Александр. Мы продолжим после новостей. Новости пройдут быстро. Александр II за рулем C5 Citroёn. Она с двигателем 2.0, дизельным. Очень правильная комплектация. Да, да. Ну, комплектация максимальная. Эксклюзив я взял. Ну, там все очень хорошо. А сколько красоты в этой машине! Машина... Нет, ну, я взял универсал. Правильно. Универсал. И я просто любуюсь, вот. И, ну, тут слов нет. Я, честно говоря, очень доволен. Вот. Я сейчас думаю, не дай бог, если китайцы купят. И что тогда будет действительно. Потому что я для себя уже так решил. Думаю, если у меня будет еще одна машина когда-нибудь, то это будет точно. Тоже Citroёn и тоже C5. Или я не знаю, как он будет потом называться там. Но вот во всяком случае я бы хотел. Потому что вот машина, которая меня во всем устраивает. Вот абсолютно. Да, следующий C5 будет называться Dongfeng C5. Ну, вот, скорее всего, к сожалению, конечно, очень жаль, если это случится. Очень жаль. Потому что, действительно, китайцы, вот, ну, никогда им не доверял. Никогда старался с китайцами не связываться. В любом виде. И взгляд у них какой-то нехороший. Не-не-не. Косой такой немножечко. И цвет лица нездоровый. И вообще не себе на уме. Да, да, да. И вот, кстати, не боюсь показаться вот человеком не в здравом уме, но тем не менее, вот, сдал годовалый Passat буквально, да, вот, годовалый. Вы вот говорите о том, что вот не бывает хороших машин на рынке, да, годовалых. Ну, вот, мой случай, в идеальном состоянии, год машине, пробег всего 15 тысяч. Какая редкость. А чем же он так досадил вам? Ну, он не досадил, но вот просто вот влюбился вот в C5 и все. А, ну, так любовь нечаянно нагрянет. Да, нагрянула, вот. И вот такая вот история произошла. И вот такой еще вопросик маленький. Да. Вот моей девушке очень нравится Peugeot 3008. Вот много нехороших отзывов слышал из ваших уст. Но, тем не менее, вот, если Peugeot 3008, то с каким двигателем и с какой коробкой, если все-таки? У нее с вариантами-то, по большому счету, ничего там нету. Там на все, что только шевелится, ставится 1.6 бензиновый турбированный. Там сейчас дизель, конечно, уже потихонечку подоспел. Но в целом... Он идет с роботом там. Дизель с роботом 1.6 с автоматом 150 лошадиных сил. И на дизеле еще туда-сюда. А бензиновый мотор это тот самый неудачный мотор, который тоже принял свое участие в закапывании в сырую землю славного имени Peugeot. Ну и заодно Citroёn в качестве прицепа. Нет, ну это вот турбированный. А если брать просто атмосферный 1.6, там 120 лошадиных сил? Так это он и есть. Он и есть, да? То же самое. Он есть в трех вариантах. 120, 140 и 150. 120 атмосферный, 140 и 150. Вот они турбированные. И живут они все недолго и несчастливо. Ну, в общем, вариантов нет. Я успокою свою девушку, скажу, что вариантов нет. А то она прям вот... Ну, либо вариант только именно для девушки, если она, во-первых, блондинка, во-вторых, она ездит нечасто и недалеко. Ну, нечасто и недалеко это да, но не блондинка. Машины, ведь представьте себе, ресурсы этой машины, ну, с гарантией 25 тысяч километров, а некоторые барышни 25 тысяч выкатывают там за 5 лет, за 7 лет. Поэтому получается, что вы берете и вечный автомобиль, и все остальные проблемы на роду написаны, и вас уже не касаются. Ну, где-то да, вот за 7 лет хорошо, если 20 тысяч наберется, да, наверное, и так. Да, и в этом смысле все правильно. Вы можете совершенно спокойно ей взять 3008-ю. У нее очень хорошо настроена имитация полного привода. Там замечательная совершенно программа. Французы в этом отношении очень изощренно подошли к ее настройке и тарировке, и в результате получилось нечто, благодаря чему 3008-й на бездорожье, на своих двух колесах с блокировкой, идет лучше, чем, в общем-то, все остальные и некоторые кроссоверы полноприводные в частности. И получается, что ваша барышня, если она, как вот сегодняшнюю, например, погоду, выезжает на автомобиле, а там бац, и вдруг включили зиму, то она одна из немногих, кто совершенно спокойно плюет на это с высокой колончи, а в качестве колончи у нее 3008. Она же не у... Старость этой машины не она будет встречать. Ну, это да. Да, ну, стоит ли... Сейчас в наличии Golf 6, вот, на механике двигатель 1.6 атмосферный, неубиваемый двигатель, неубиваемая коробка, Golf 6, шикарные комплектации, стоит ли менять на 3008? То есть, вся ваша семья... Наша семья вообще удивительная. Сначала на Volkswagen'ах, а потом на Peugeot и Citroёнах. Вообще, семейную традицию надо блюсти. Меняйте ей шикарный, блистательный, замечательный и совершенно беспонтовый Golf на не такой блистательный, не такой замечательный, но невероятно понтовый Peugeot 3008. И это будет очень правильно в вашей семье. Александр Третий. Здравствуйте. Сегодня день Александров. Да, добрый вечер. Рад вас слышать. Да, да, все, вижу, теперь это я. Это вы. Сергей, значит, да, вопрос такой. На днях прошел ТО-2, Audi Q5, двигатель 3.2. И когда приезжаю записываться на ТО, всегда встречаю своего менеджера, который, в общем-то, продал мне этот автомобиль. И когда приезжал на ТО-1, она узнала меня, да, здравствуйте, как дела, как автомобиль, масло там не жрет, прошу прощения. Я говорю, нет, все хорошо. И вот приехал. В этот раз записываться она, да, как дела, как автомобиль, масло не жрет. И я, знаете, уже вот так напрягся, а масло, а почему должно быть так. Вот я хотел у вас узнать, может быть, мне вот 30 тысяч я проехал, может быть, мне к чему-то надо готовиться уже, что у меня с маслом что-то будет. Когда машина выпущена? В прошлом году, в сентябрь месяц. Сентябрь 12-го? Да, сентябрь 12-го, да. По идее, вас пронесло, потому что рубежом стал новогодний сюрприз, когда при переходе с стрелок, в том числе и московских курантов с 2011-го на 2012-м, вдруг резко пропали все проблемы с двигателем ТФСИ, тот самый 3.2. До этого, до 2012-го года, Audi очень не хотела этого признавать, но мотор был неудачен, у него был масложор, они дохли, как котята в неудачный год. И Audi постоянно говорила, да не все нормально, пацаны, да бери, ну хорошо, вам не повезло, ну вы-то бери, и вам тоже не повезло, ну ладно, вот та вот третья точно, да, тоже плохая, ну ладно, ну хорошо, ну вот, а вот с 2012-го года полегчало, поэтому у вас, когда менеджер спрашивает, это скорее такое рефлекторное плюс забывчивое, она не помнит, что машина 12-го года, сентябрь, вас пронесло. Благодарю, в общем-то, да, знаю, что это теперь, ну спасибо. Ой, как приятно, такая машина, наконец-то вылечили. Алло, здравствуйте. Алло, добрый день. Здрасте, неужели вы не Александр? Это Алексей, Александр пока закончился. Да, ну вы же помните, что Алексей у нас тоже очень автомобильное имя. Автомобильное, да, и в российской истории это Александр тоже, на третьем как-то они так... И закончились. Заканчивались, да. Ну, во-первых, Сергей, тоже гора комплиментов, как от всех слушателей. Конечно, народная любовь к вам, она доходит не только до того, что вот люди с работы едут, все время слушают, спешат в машину, так еще некоторые записывают передачи, потом выкладывают в интернете, еще скачивают, потом еще и слушают, так сказать, записи непрерывно. Алексей, самое поразительное, это когда мне пришла весточка о том, что, оказывается, даже в электричках торгуют дисками с каким-то там Сергеем Исланяном. И есть находятся люди, которые понимают, почему это надо покупать. Вот это самое парадоксальное. Ну, здесь, конечно, уже, так сказать, несправедливость в ваш адрес, потому что вам-то, наверное, с этих комиссионные продавцы из электричек не выплачивают. Ой, я же... А вот все энтузиасты, которые бесплатно это делают, это, конечно, вот уже просто любовь. Не все меряется деньгами. Приятное общение, да. А за деньги тогда уже немножко не то. Согласен. Сергей, вы знаете, по Александру Первому сегодня рассказали такую вещь, что вы покупаете себе не хорошую, красивую гонялку до работы, а семейный автомобиль. Вот. И как раз я по поводу гонялки хотел вас спросить. А вчера вы еще тоже ругались, как и сегодня с Александром Третьим, на двигателе Ауди. Вот. А я по поводу гонялки очень давно и обстоятельно присматриваюсь к ТТ. Вот. Причем, наверное, годов так, десятых-двенадцатых как раз. Вот. И там есть очень много интересного. Там есть ТТС, там есть ТТ, там есть полный привод, во-первых. Там есть ТТРС, но это, наверное, уже слишком дорого. Вот. И, соответственно, есть вариант тоже довольно интересный, с очень небольшими пробегами, потому что машины такие достаточно, я думаю, нечастные. На них народ ездит каждый день. Да. Обычно это там вторая-третья машина. И, в общем-то, а тут вы сказали, что вот там двигатель одноразовый, там это брать нельзя, там это скоро сломается. А ремонтировать, я думаю, стоит столько-чего по машинам примерно. Ну, так и есть. Хотелось уточнить. А вот перед этих догонялок она, конечно, бесподобная. Потому что там... Ну, я много пересмотрел того, что можно об этом думать, да, там какие-нибудь Mazel M5, там такая заводная, там CLK и так далее, и так далее. Но ТТ, она чем отличается? У нее, во-первых, практически единственный есть полный привод. Во-вторых, у нее хотя бы номинально практически единственные есть задние сидения, на котором можно, ну, понятно, что не сфорта, но иногда можно все-таки куда-то съездить, если очень приспичит. Нет, но если очень приспичит, тогда... Алексей, минутку. Если очень приспичит, тогда вы берете, например, какую-нибудь там Skoda Octavia RS, и вот на ней вы можете в гоночном режиме организовать срочно доставку холодильников. Или на Ковалин, круглосуточную? Потому что... Ну, по дизайну. А, то есть все-таки маленькая гонялка. А какая... Наверняка рулится совсем по-другому, когда такая маленькая машинка на полном приводе... Маленькую машинку выставляет в повороте, будь здоров, как надо успеть ловить ее рулем. А Корса, ОПС-шная? Ну, это вот как бы все, понимаете, все сошлось вот как-то на ТТ. Вот вы же, когда вот вам звонят и говорят, слушай, вот влюбился, да, вот, об этом уже... О, тогда даже спорить. Вы говорите. Да. Тогда вопрос все-таки... Любовь, она может, вот если как-то есть врожденная болезнь какая-то в виде поломки ревиза или специального ремонта, она любовь может как-то немножечко так... Сгладить? Конечно, конечно. Собственно, только она и может. На самом деле есть такая засада, да, не стоит об этом думать. До 2012 года ТФСИшные моторы отличались тем, что в силу своей высочайшей технологичности они подло жрали масло, как матрос на камбузе. И сделать с этим было ничего нельзя. Хотя фирма многократно пыталась, и пока она не поменяла полностью цилиндропоршневую группу и еще там навернула кое-что по головке блока, вся, к сожалению, эта высокотехнологичная штуковина ввела себя совершенно по-хамски и беспардонно. Вот с 2012 года, ну, вроде как, стала отпускать. Сергей, а маслажор это же не такая большая беда. То есть, вот я, например, на Мази-3 езжу двухлитровый, вот, а у него как бы особенность двигателя, потребление масла получения, особенно на высоких растях, на больших побородках. Это причем все говорят, там, начиная от дилеров, там, заканчивая сервисменами. И, ну, ты доливаешь там сколько-то и... Сколько? Сколько? Литр на тысячу километров слабо? Да не меньше, меньше даже. А вот в том-то и дело, представьте себе, человек покупает Ауди, он к этому психологически не готов. Финансово, в общем-то, готов, хотя, конечно, тоже странно. И вдруг выясняется, что он должен доливать масло по литру каждые 500 километров. При этом щупа нету, в этих двигателях нету возможности подойти нашим жигулевским методом, открыть капотик, сутрица посмотреть, залить. То есть, это все электроника. Электроника, конечно, она аккуратно высвечивает желтую лампочку под названием, «Дай, пожалуйста, маслица». Вот она, протянутая ладошка, такая пиктограмма. А потом почему-то хряк, и двигатель заклинило. «Ой, а я же собиралась сегодня с утра как раз за маслом заехать. А я не успела. А что это? А пиктограмму видела?» Алексей, вдогонку по поводу Ауди ТТ. Алексей, такую машину вам покупать абсолютно безопасно, потому что машина для удовольствия, машина для души. Это тот самый случай, когда какая разница, ест она масло или нет. Ведь это же глубокий вдох полной грудью. Можно себе такое позволить. Это совершенно другой вариант жизни. Это просто новый сценарий. Вам эта машина нравится. Вы предупреждены, вы знаете, куда смотреть. И если что-то произойдет, вы все равно будете готовы, во-первых, это предотвратить, во-вторых, это исцелить. Очень многие люди, которые звонят в программу, они, в общем, не собираются покупать себе абузу, не хотят проблему. Они хотят, чтобы машина служила, проблем в жизни и так хватает, они будут их решать по мере поступления, и важно, чтобы в спину не гадило транспортное средство. Вы покупаете машину не для перемещения, для полета. Чтобы она возила душу, чтобы она дарила настроение. Да, сколько сможет, столько подарит. Потом вы ее вылечите и поедете дальше. Два сообщения в почту. Александр спрашивает, в чем разница между эксплорером третьего поколения, 4.0 автомат и четвертого. Информации очень мало. Причем, Александр, вы абсолютно правы, когда пишете, что это всего-навсего рестайлинг. Отличий между ними нет никакого. Это одна и та же машина. Разница точно такая же, как между ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Две разные модели. Ха-ха, три раза. И эксплорер третий, так же, как и четвертый, это очень большая американская легковая машина. Она тяжеленная, на раме. Это практически то же самое, по мотивам чего сделан вчерашний, упомянутый мною в эфире, Санговый Йонг Рекстон. Здоровенная, мало на что способная легковая машина. Зато целая гора, очень много мускулов, как у бодибилдера, который реально не является силачом, но таковым выглядит. И эксплорер, это такая версия американского, наверное, Audi Allroad. То есть, это легковушка. Просто американцам кажется, что легковушка должна выглядеть вот так. Они ее такое сделают. Большое колесо, на бордюр заехать, полный привод. Даже некая дееспособность этого полного привода. И трешка от четверки отличается выигрышным только тем, что, во-первых, у нее внешность чуть более правильная, и салон чуть более правильный. Потому что четвертого там наворотили технократических решений, которые, мягко говоря, странные. А третий, эксплорер, такая лапочка, такая легковушечка. Стоит дешевле. По сути, то же самое. То есть, можно брать, спокойно ездить, ну да, подлечить немножко. И вот интересно, Роман как раз очень скрупулезно спрашивает, не купить ли лучше Polo Sedan Sochi Edition? Или, может быть, Solaris? Что не сильно упадет в цене при перепродаже в дальнейшем, что безопаснее и надежнее? Вот здесь есть некий любопытный нюанс, который в последнее время тоже у нас в разговоре появляется. Это последующая перепродажа. То есть, с одной стороны, машина не столько для того, чтобы сейчас, сколько для того, чтобы потом, а потом не сильно потерять. Вот я сигареточку-то покурил, а как бы мне сделать так, чтобы потом можно было этой сигареточкой еще по-умному распорядиться? То есть, окурочек мы не мнем, аккуратненько в коробочку кладем, загасили нежненько, и, если что, может быть, там, ну, угостим кого-нибудь, может, в тяжелую минутку сами покурим, может, продадим, ежели что. Это не те машины, которые дают хоть какой-то экономический эффект при перепродаже. Вот эти обноски, что того, что другого, достаточно одноразового автомобиля бессмысленно покупать в перспективе последующей продажи. Хотя, Volkswagen всегда в нашей стране будет круче Solaris. Solaris машина для удовольствия. Вот насколько возможно за эти деньги получить интересный по езде, в том числе по управляемости, в данном случае без иронии говорю, удобный и модный автомобиль. Polo попроще, Polo, возможно, без подобных полетов, подскоков, без особой фантазии, но он с прицелом на надежность. В целом, надежность давно уже явление маркетинговое. Это когда к вам приходит специальный человек в галстуке, раскрывает рекламный буклет и говорит, это надежно, это качественно. Вы обращали внимание, что любая шарлатанская затея начинается с того, что вам говорят, это качественно. И, кстати, недорого. Но так не бывает. Я бы себе взял Solaris, потому что мне очень нравится он по езде. Polo-седан, если что, у вас потом нормально купят. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну, пользуюсь случаем, хочу вас и всех москвичей и гостей столицы поздравить с первым снегом. Ура! Первый снег. Мы его давно ждали, кстати. Ну, судя по тому времени, которое я потратил на последние пять километров, ждали давно. А вы по Mail.ru или по нашему лосю, у которого безупречный подсчет? Ну, и я пришел к выводу, что информацию о пробках практически все, ну, кроме Mail.ru получают от того самого лося. И как-то вот все печально. И ни один из маршрутов по тречам за полтора часа до дома не доводит. Но наш лошь при этом движется. У него, конечно, пробочки, но езда. А Mail.ru говорит, все, ребята, приехали. Ну, 7 баллов на лосе, как сейчас вижу. Да, 8. Собственно, из этого вопрос первый философский. Не пора ли в экипаж добавить еще один час премии? И два, и три. Вообще, была попытка сделать автомобильное телевидение. Канал Автоплюс. Звуковая дорожка, от которого иногда прорывается здесь, на Финаме, и является собой чудовищный пример продукта восьмого качества. Что такое, восьмой сорт. А вот делать круглосуточную радиопрограмму, это будет утомительно. Согласен. Но так как раньше мы, ну, то бишь, летом, когда у нас еще снегом и не пахло, ехали домой в среднем час, а теперь уже, наверное, в среднем два, как бы, два с половиной. Два, да, не меньше. Не хочется бесцельно проводить это время, разглядывая машины по сторонам. Ой, это очень тоскливо. В пробке это практически невыносимо. Даже хорошая музыка не помогает. Увы, она надоедает. Собственно, теперь вопрос жизненный. Жена моя любимая. Спать не может, кушать не может, хочет Ниссан Джук, который двухколесный, который мы успешно уже рассмотрели со всех сторон, даже попробовали на тест-драйве. Ну, она, в принципе, едет. Едет. И достаточно неплохо. Но я до сих пор не могу понять, что же там стоит таких денег. И вообще, есть ли смысл его покупать? Отговорите нас, пожалуйста. Минуточку. Вы собираетесь с женой аккуратно поспорить и окончательно лишить ее сна и аппетита? Ни в коем случае. Мне хочется отговорить ее от покупки этого непрактичного и дорогого автомобиля. Ну, дорогого для меня. А что вы сможете предложить? Норковое манто? В московском метро? Не надо. Охранников придется нанимать. Увы. Там у нас полностью безопасно, очень здорово. Там ездят лучшие люди нашей страны. Но без пулемета все сложнее и сложнее. У Джука, у него нету, кроме внешности, ни одного аргумента за. Вот в топовой версии, когда у него все четыре колеса, да, это интересно с инженерной точки зрения. И для полупроцента населения земного шара увлекательно. Для остальных это нерационально, потому что сзади там, мягко говоря, тесто. Багажника нет. Кроссовером эта штука не является. А ценник только потому, что, во-первых, это настоящее японское качество. А во-вторых, потому что, Илья, вы должны японцам хабамай и шикотан. Вот пока вы не отдаете, вы платите в три конца за одноразовую японскую дешевку. Вот где собака порылась. Конечно, конечно. А почему у нас вот эти все, в принципе, у японцев, у них это доктрина. Они делают одноразовую дешевку. Но в некоторых странах, типа Америки, они не рискуют делать свой хамский прищур и наворачивать ценник в пять концов. Поэтому они продают за столько, сколько это стоит. А мы же очень любим стеклянные бусы. Плюс мы им задолжали пару островов. Вот она расплата, вот она азиатское коварство. Мы же покупаем за эти деньги. Покупаем. Значит, они правы. На самом деле, там речь-то и идет у нас только о внешности, потому что большой багажник есть у меня с Коди Октавиа. Ой, какая хорошая машина. Да. А пятая, одну из последних, забрал весной. Правильно. Счастлив и доволен. Правильно, абсолютно. Значит, вашей жене в таком случае нужно будет эту машину очень серьезно доводить до ума. И в первую очередь потратиться на шумоизоляцию серьезно. Потому что улицу слышно и вашу жену слышно. Вот если у нее, например, такое мощное сердцебиение, то все вокруг уже понимают, с каким пульсом она едет. И в этом отношении проникновение внешнего мира внутрь до жука, оно коварно и настойчиво. Ну и потом эта штуковина все-таки на вариаторе. А вариатор тоже коварен. И аргументов за то, чтобы потратить такую кучу денег, особенно, когда не хочется, я, например, не вижу. Вот главный-то и аргумент, что деньги. Я практически за те же деньги взял «Октавию», в которой много машины, много функционала. На ней можно поехать куда угодно и отвезти все, что угодно. Да, именно так. Помощник по хозяйству, при этом за которого не стыдно. Да. За «Октавию» не приходится извиняться и объяснять друзьям. Они говорят, а что ты не «Роллс Рой» себе купил? А что «Октавию»? А «Октавию»? Да, понятно. Любому понятно, почему человек купил «Октавию». Потому что этим можно пользоваться. В отличие от «Жука», который странен во всех своих проявлениях. А вот на этом у нас с вами закончилась... Закончился...